Продолжение следует... 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 и началом борьбы с такими явлениями, как международный терроризм, исламский экстремизм и наркотерроризм, которые сейчас распространяются по всему миру. В Афганистане около 750 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, представлявших все нации и народности бывшего СССР, самоотверженно решали возложенные на них задачи. Каждый третий воин-интернационалист был удостоен высоких государственных боевых наград. 92 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Земной поклон матерям и отцам, потерявшим сыновей, признательность вдовам, верно хранящим в своих сердцах и сердцах своих детей любовь и память о мужестве и отваге мужей и отцов. Мы храним вечную память о павших, считаем своим долгом проявлять заботу об их семьях и воинах, получивших ранения и увечья, продолжать работу по розыску военнослужащих, пропавших без вести в ходе войны в Афганистане. Мужество, героизм и воинская доблесть воинов-интернационалистов оказали и оказывают заметное влияние на формирование моральной, духовной готовности нашего народа, молодого поколения страны и встать на защиту Отечества и его интересов. Для нас, ветеранов, стали важными сохранение и передача молодому поколению боевых традиций, узд дружбы, рожденных в годы войны в Афганистане, которые сейчас связывают нас с ветеранами стран СНГ и Балтии. Сегодня в стране возрастает значимость разного труда. Все гордятся ветеранами боевых действий, исполнявшими служебный долг за пределами страны, настоящими патриотами своего Отечества и склоняют головы, скорбя о погибших. Выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам боевых действий, кто продолжает активно работать, воспитывает и учит молодежь верности, долгу и любви к своей стране. Желаю всем воинам-афганцам и их родным и близким здоровья, благополучия и всего самого доброго. С уважением, Громов. Слово предоставляется председателю благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане, Литвы, Александру Литвиненко. Дорогие боевые друзья, уважаемые гости, 25 лет прошло с тех пор, когда последние солдаты вместе с ним, командарм Борис Сеевич Громов, покинули землю Афганистана. Разное говорят о той, теперь уже далекой войне. Одно мы знаем точно. Каждый, кто прошел горнила афганской войны, выполнил свой солдатский долг честно. А сегодня мы вспомним и поменем тех, кто уже никогда не будет с нами. Тех, кто остался за речкой. 97 воинов из Литвы. Разрешите поздравить всех вас с такой знаменательной датой. Пожелать крепкого здоровья, благополучия и чистого неба над головой. Слово предоставляется мэру города Вильнюса Артура Сузуокосу. Афганского депоставления Греть к счастью Ambule Partners leg�. Господи morning, господи Афганского... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...